Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня общее гадание на тему В чем слабая сторона задуманного человека в отношениях с вами и в чем ваша слабая сторона в этих отношениях? Иными словами, в этом раскладе мы посмотрим, каким образом наиболее эффективно вы можете воздействовать друг на друга И давление на какие больные точки, скажем так, на какие больные слабые стороны с его стороны или с ее стороны В зависимости от того, мужчину или женщину вы загадали, нужно опасаться Итак, у нас будет 4 варианта Вы можете просто выбирать рубашку карт одной и той же колоды Вы можете выбирать не по вариантам, а абсолютно, допустим, в разброс То есть, смотрите, у нас лежит первый, второй, третий, четвертый вариант Его слабая сторона, ваша слабая сторона в этих отношениях Вы можете его слабую сторону загадать из первого варианта, свою из третьего варианта То есть, как угодно вы можете выбирать Можете выбрать по номеру варианта Можете по порядку открытия варианта А можете просто видеть рубашки карт, которые вас влекут Будь то одна и та же колода или рубашки карт из разных колод Для тех, кто хочет заказать для себя индивидуальный расклад Вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео И сейчас мы начнем Итак, в чем слабая сторона задуманного вами человека? Третий вариант, первый по порядку открытия Вообще, конечно, слабой стороной задуманного человека является его неумение проигрывать То есть, он привык к тому, что всегда и везде он прав, всегда и везде он достигает успеха И всегда в тех ситуациях, в которых он с кем-то соревнуется, он выигрывает По крайней мере, даже если так не происходит всегда Он считает, что так всегда должно быть И его слабая сторона Это именно тщеславие Это именно то, что заставляет его повышать собственную самооценку И то, что заставляет его думать именно о том, что он является победителем И никто другой не может занять его место В данном случае, если вы в этом же варианте загадали свой вариант В чем ваша слабость в отношениях, мы посмотрим эту карту И здесь мы можем говорить о том, что, в принципе, вашей слабой стороной являются Но здесь по данной карте, по данному аркану, может быть несколько вариантов И я все их озвучу И вот тот, на котором варианте запротестуют ваше сердце И вам покажется, что оно это вообще не про меня Категорически вызовет агрессию Это будет означать, что мы как раз таки попали в то самое, что является вашей слабой стороной Ну, первое, это может быть любовь к путешествиям чрезмерная Или если у вас складывается сейчас ситуация таким образом, что вы покупаете машину Или собираетесь учиться на права или что-то связанное с транспортом То как раз это и является вашей слабой стороной Также мы можем говорить о том, что ваше желание прибыли Ваше желание материального И ваше желание получить именно то, что можно выразить в финансовом смысле Будь то какие-то вещи или конкретно деньги Это тоже в данном случае в отношениях с этим человеком слабая сторона В отношениях именно с загаданным человеком Еще мы можем говорить о том, что ваше желание развивать Идти вперед, проталкивать, подталкивать человека Каким-то новым свершением в отношениях Каким-то новым поступком Каким-то новым стадиям развития вашей пары Или в принципе в ваших отношениях Если это просто подруга или родственница Или, например, просто знакомый какой-то человек А не обязательно ваш партнер загаданный То в данном случае ваше стремление вперед является слабой стороной Потому что в этом случае, может быть, поспешишь, людей насмешишь Иными словами, лучше взвешивать необходимость Или отсутствие необходимости в определенных действиях Которые вы стремитесь совершить Потому что в данном случае какие-то поспешные действия Какое-то несвоевременное подталкивание вперед Может только навредить Для тех, кто загадал второй вариант И у нас здесь открывается карта Какова его слабая Чертая, что является его слабостью в этих отношениях Ну, во-первых, если его отношения с вами Достаточно долговременные, стабильные И они в данном случае стабильные Вот такие, знаете, надежные То в данном случае эта карта может говорить Именно о вас или о той женщине Которая рядом с этим человеком Возможно, карта Действительно, даже если вы загадываете подругу, например Эта карта может означать другую женщину Которая и является Слушание которой и послушание которой Является слабостью этого загаданного человека Будь то женщина или мужчина Женщина достаточно состоятельная Состоявшаяся и с достаточно ровным характером Но при этом прекрасно понимающая Что в данном случае она желает Иными словами мы можем говорить о том Что здесь есть влияние третьих лиц И некие уговоры Или некое воздействие на Вот те стороны, которые поддаются влиянию В чем стороны задуманного человека Вы знаете сами То есть после общения с этим человеком Вы можете понимать В каком смысле В каком отношении меняется задуманное лицо Если же это Не показан какой-то конкретный человек И если нет просто вот у вашего Если вы загадали своего супруга, например У него нет другой женщины Вы тоже не похожи на королеву Пентакли По характеру, по которому я описала Может быть вы наоборот Изящная, ветренная, мечтательная В общем иными словами Абсолютно другой типаж королевы То в данном случае Это может быть Пристрастие человека К стабильности И к материальному То есть вот для него Очень важно Каждый день Там допустим Проверять свой счет в банке Понимать, что на счете Телефон лежит не менее Двух тысяч рублей, например Или какой-то другой суммы То есть вот это Некоторая даже заунывность И привычка Идти в стабильном Каком-то знакомом уже направлении Может являться его слабостью Потому что Это некоторая Знаете, такая вот Тугость При вхождении нового В жизни этого человека И при принятии новых решений При выходе из колеи Он не желает Возможно Замечать чего-то Что творится вокруг него И для него стабильность Превыше всего Хотя кроме стабильности Кроме материального благополучия Какого-то Есть очень много Интересных вещей в мире То есть это тот человек Которого неплохо было бы Раскачать Чтобы он посмотрел по сторонам И воспринял мир Немножечко шире В чем ваша слабость? А вот ваша слабость Если вы выбирали И загадывали Один и тот же вариант Это наоборот Излишнее стремление И желание путешествовать А если у вас Такого желания нет То карта в колоде Которая родилась В 15-м Ну вернее не в колоде А именно в картах Таро Которые родились В средние века Есть такой аркан Который обозначает интернет То есть интернет Может быть вашей слабостью И действительно вы можете Слишком много времени Проводить в интернете Или очень многое Доверять интернету Или преувеличивать Значение Именно Соцсетей Или каких-то других Скажем так Сайтов И в принципе Интернета В вашей жизни Это определенного рода Слабость С которой конечно Нужно бороться И ставить себе Определенные рамки То есть не тратить Все свое время Именно сюда Также в этой карте Заключен следующий смысл Слабостью По этой карте Может быть Нежелание Определяться То есть стремление И потребность Быть хорошим Всегда и для всех Такого тоже не может быть В жизни Поэтому мы кому-то Нравимся Кому-то не нравимся И к этому нужно Относиться спокойно Это абсолютно Нормальное явление Но вот стремление Понравиться всем И не дай бог Кто-то подумает Что-то плохое Не дай бог Кто-то подумает Что вы не оправдываете Его ожидания Вот это есть Может быть Даже Такая вот Определенная слабость В вашем случае Для тех Кто загадал Первый вариант Мы открываем карту Его слабость Ну и здесь мы видим Что его слабость Загаданного человека Это прежде всего Его семья Окружающие его Близкие люди Иными словами Человек готов Все свое время Уделять им Заботиться И тратить время На других Если человек Например Не женат Или не замужем Нет семьи То в таком случае Это просто близкий Круг общения Это друзья Которые вхожи В дом Это люди С которыми Достаточно Тесные контакты Человек Иногда В такой ситуации Это именно Если говорить О слабостях Может уделять Гораздо больше Времени Окружающим Друзьям Семье Нежели себе Вот здесь Нужно проявление Здорового Эгоизма А также Мы можем По этой карте Говорить о том Что человек Может не только Уделять много Времени Да Вот так вот Окружающим Но и то Что на него Можно надавить Через близких То есть он сам Может например Не бояться Никаких угроз Но если вы Наступите на мозоль Его любимой собаки То он будет Очень переживать И наверное Пойдет на какие-то Компромиссы Но это мы все Очень схематично Конечно сказали А вы уже Смотрите Что в данной Вашей конкретной Ситуации Это обозначает Потому что Гадание Еще раз напомню Общее И оно не может Индивидуально Рассматривать Каждую ситуацию В отдельности Следующий вопрос Это что в вашем Случае Что является Слабостью Ну в вашем Случае Мы можем Говорить здесь О том что Иногда Пессимистический Настрой И восприятие Каких-то Событий Как трагических Как то что Ну все Конец Мы все умрем То есть вот Излишняя Какая-то печаль Даже я бы не сказала Что это паника Вы может быть И не склонны К панике Но порой Вы видите вещи В более их Темном проявлении Нежели они Темны на самом деле Это излишняя Опечаленность Это излишний Уход в сторону Темного Это Вы знаете как Может быть Если это в магическом Смысле Уход в воздействие И в действия Кладбищенской Магии Это может быть Действительно Вашей слабой Стороной Это не значит Что вы этим Занимаетесь Это просто Значит Что это Не ваше И это может быть Вашей слабой Стороной Через которую Можно ударить В общем В быту Это пессимизм Это желание Иногда досрочно Завершить то Что еще Может решиться Более благополучно То есть Когда вам Например Говорят Вот вы продаете Продаете квартиру Вам должны Вы загадали За нее получить 5 миллионов Например А вам дают 4 500 И вы говорите Все Я вот за 4 500 Продаю Я точно знаю Что я больше Не продам И все А на самом деле Объективно Вы можете подождать Неделю 2-3 И продать За те же самые 5 миллионов Или за 4 900 Иными словами Вот есть желание Иногда Поставить точку В неоконченной ситуации Не там Где эту точку Ставить надо Поэтому прежде чем Что-то завершать Очень внимательно Подумайте И к эп очевидность Оставшийся вариант Мы можем смотреть Что является Слабостью Задуманного Вами человека И здесь мы видим Карту Которая говорит О некоторой Инфантильности О некоторой Эмоциональности И знаете Принятие За чистую монету Происходящего Вокруг Это тот человек Который может Легко влюбляться И это тоже Может быть Слабостью Это тот человек Который может Действительно Эмоционально По детски Широко Открытыми глазами Воспринимать Какие-то новости И принимать их Близко к сердцу Но в то же время Это тот человек Который может Любить подарки И любить Само состояние Когда ему Все оказывают Помощь И уделяют Внимание То есть Это человек Не способный Помогать А способный Принимать Помощь Или Способный Помогать Только в виде Игры Какой-то Инфантильной А также Это излишне Чувствительный Человек Что является Его слабостью Мы не говорим Хорошо это Или плохо Мы просто Говорим о том Что это То через что Можно влиять На человека В вашем случае Слабость в этих Отношениях Это Если это ваш Партнер И вы потенциально Хотите создать С ним семью То слабостью Является Такое Очень глубокое Желание Заключить Официальный Брак Венчаться Стать Мужем Женой Перед Богом И людьми Чтобы все Знали Что вы Супруги Через это На вас Можно давить Я не говорю Что это Плохое Или хорошее Желание Я просто говорю Что через это На вас Можно воздействовать Если человек Скажет Давай Мы с тобой Точно женимся Но только Ты сделай То-то 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 Большой Скажем так Процент Того Что он Добьется С вашей стороны Того Чего он Хочет Если же В данном Случае Вы говорите И задумывали Отношения Не с партнером Если вы не собираетесь За задуманного Человека Замуж Или не собираетесь Жениться На девушке Которую вы Задумали То в данном Случае Вашей слабостью Является Может быть Излишняя Доброта И желание Опекать И помогать Потому что В данном Случае Вы берете На себя Немножечко Больше Чем вы должны Были бы нести На себе В этих отношениях И вы в таком Случае Берете на себя Больше Обязанностей Чем было бы Нужно То есть Именно Человек Может играть На вашей доброте На человечность И пытаться Как говорится Прийти к согласию По хорошему По человечески Но почему Такое Где ущемляя Ваши интересы Вот этот момент Тоже нужно Очень тщательно Наблюдать И замечать его А я желаю Вам всего доброго До новых встреч До свидания